Современные технологии чертовски удивляют. Еще буквально несколько лет назад ты мечтал о том, чтобы хоть как-то попасть в трехмерное пространство. И какие-то игры наподобие Tomb Raider на первой PlayStation ну просто взрывали твое воображение. И вот сейчас уже каждый может купить себе шлем виртуальной реальности. Об этом в детстве мы и мечтать не могли. Да что уж там говорить. Многие из нас мечтали о Супер Нинденда. Катриджи от которой стоили до хрена. Поддержать Супер Нинденду в руках могли только серьезные женатые люди. Я даже не мечтал и не планировал в себе такую консоль. Потому что знал, что конкретно ее у меня никогда не будет. По несколько тысяч рублей за игру. Когда Денди стоила в разы дешевле. И даже для Денди катриджи выбивались большим трудом. Возьмем две. И это будут... Ммм... Да, это очень ценная вещь. Смотрите. А виртуальная реальность для нас тогда была чем-то недосягаемым. Ну, разве что можно было попасть в нее, если ты смотрел фильм «Газонокосильщик». Там было несколько моментов, где этот газонокосильщик окунался в эту самую виртуальную реальность. Мы же, за место того, чтобы играть в виртуальную реальность, скорее играли в шоу за стеклом. И упирались не только в это стекло, но и в ограничения финансов, кошельков наших родителей. Мы играли как могли. Недавно мой друг Ган Стас приобрел себе такой шлем. Ну, так и вот, сказал он мне, что первая игра, в которую он поиграл в шлеме виртуальной реальности, была новая Ace Combat на PlayStation 4. Ну, что сказать. Сразу же он признался, что ему захотелось блевануть. Я вот не знаю, может быть игра говно, а может быть технологии сыроваты. Но точно уверен в том, что от виртуальной реальности моего детства мне никогда не хотелось блевать. Сегодня в программе Game Teos я предлагаю вспомнить одну интересную игру и историю, которую нам она поведает. Приятного просмотра. В детстве приставка Dendy, восьмибитная, находящаяся в твоей комнате, давала тебе возможность реализовать все твои детские мечты. Ну, или почти все. Ты мог и кататься на машинках. Мог стрелять из пистолетов и автоматов. И мог летать на самолетах. Даже на космических. Игр было много. Были картриджи, где была всего одна игра. А были те, где сразу 9999. И даже там находились интересные игры. Конечно же, изначально первые мои впечатления от каких-то симуляторов... Конечно, сейчас с трудом можно назвать восьмибитную игру симулятором. Но тогда это было в новинку. И поэтому первые игры, которые так или иначе задействовали какую-то технику, всегда приковывали мое внимание. Изначально меня интересовали игры с автомобилями. Я поиграл в такие игрухи, как RC Pro Amp 2. И это было очень круто. Да, она затягивала с головой. Такой движухи даже и не было в Рокки Моу Рейсинге. А вот Monster Truck Rally, наоборот, была унылая. У меня была эта игра, но я, честно говоря, не припоминаю ни одного местечка, даже самого злачного, где бы видел эту игру. Кроме, как у меня, на полке. Она у меня была всего один раз на таком вот картридже. И я отправил его в Москву пацану, который коллекционирует игры давным-давно, когда сам еще не делал упор на 8-бит. После того, как машинки надоели, я понял, что самое крутое, что может быть, это самолеты. И начал излучать 8-битные небесные просторы. Но задолго до Sky Destroyer была игра 1942. Она встречалась нередко, нечасто, обычно на многоигровках. И там вы управляете самолетом. Я тогда и подумать не мог, что это игра от легендарной фирмы Capcom. Конечно, игра затягивала. Было весело стрелять по этим самолетикам. Все это было забавно. Они взрывались, как петарды на Новый год. Всегда что-то затягивало в этой игре. Может быть, нет возможности передохнуть. А может быть, это все из-за того, что игра на очки. Поэтому ее невозможно пройти. А пройти ее всегда хотелось. Схватки с бомбардировщиками были незабываемыми. Но затягивало, возможно, еще и то, что раздавалась эта дурацкая азбука Морзе, которая гипнотизировала. В любом случае, эта игра мне нравилась. И хоть в нее играл я не так долго, как в остальные. Но 1942 якобы подсказывало на год. А то, что происходит вокруг, на войну. Об этом я тогда и думать не думал. И таким образом, моя консоль Дэнди преподала мне первый восьмибитный урок истории. И это было здорово. Поэтому, в скорейшем времени, я начал изучать просторы космоса. Ты космос, детка! Первой игрой с многоигровки из другого картриджа стала любимая мной Star Force. Музыка вначале просто бодрила. В отличие от того щелканья, которое было в 1942. Star Force был действительно очень крутой игрой. На то время, такого звука вы не могли встретить в каких-то других играх. И вообще, этот космический корабль был суперсверхзвуковой по сравнению с тем печальным кукурузником из 1942. Бытовало мнение, что даже игру можно пройти. Но тот парень, который этот миф посеял, так и ни разу не согласился прийти в гости и поиграть. Хотя времени было на целые летние каникулы. Он говорил, что даже встречал какую-то летающую бутылку. Но я в это верю с трудом. А вообще, если порыться в картриджах, то можно найти много игр, которые начинались интересно. Но нет, не об этой. Об этой мы поговорим потом. Я хочу сказать о той игре, которая начинала захватывать тебя еще до появления какой-либо анимации. Звуком зависшего картриджа. Этот крутейший саундтрек электронной музыки с логотипом игры и фотографической заставкой плавно переходил в настоящее видео на твоей 8-битной приставке. И Дэнди честно отыгрывала свои 8-бит. И еще где-то 8-бит появлялись дополнительно в твоей фантазии. Именно по этому школе на следующий день ты говорил, что у тебя дома есть 16-битная игра на Дэнди, которая портирована с Сеги. Начиналось все с того, что вы должны взлететь с авианосца посреди океана. И все, в общем-то, так тихо и спокойно. Надпись Take Off. Вы взлетаете, набираете высоту. И полнейшая тишина. И вот он, драйв. Прошла жара. Да, Топ Ган тащил. Причем тащил и графикой, и физикой управления самолетом, и черт побери музыкой. И только не говорите, что не записывали этот чертовски крутой саундтрек на встроенный микрофон двухкассетника вашего батя. Каждый раз, пролетая мимо этих облаков, ты переживал за то, что в лоб тебе прилетит вражеская ракета с истребителя. А когда кто-то садился к тебе на хвост, переживать ты начинал еще больше. Вроде бы однообразный геймплей, но скучать в этой игре мне не приходилось никогда. Я даже специально оборудовал возле телевизора, с помощью разных коробок и муляжей, даже был джойстик от спектрума, целую кабину истребителя. И надевал маску кислородной поддержки. Настолько сильно эта игра меня впечатлила. Пройти ее на одноигровке мне не удавалось. Получилось это сделать только спустя несколько лет, когда в руки мне попалась такая же игра, но на сборнике. Там уже было 30 жизней. Хотя на самом деле, сложность игры сбалансированная. У вас не столько много уровней и в принципе не столько много жизней. На то время, как и сейчас, большущим испытанием было посадить самолет. И о господи, какие же у меня были эмоции, когда время уходило. Самолет приближался к цели, а высота и скорость не соответствовали показаниям приборов. Спустя 5 падений в воду, я все-таки научился сажать этот самолет. И с тех пор сложности с этим у меня никогда не возникали. Я могу его посадить практически с закрытыми глазами. Все это время, играя в эту игру, я даже и не подозревал об одном интересном факте. И смог это узнать только когда уже попал в гости и увидел у моего брательника видеокассету с точно таким же названием. Топ Ган. Как же мне хотелось посмотреть и узнать, что же это такое. Я мог только мечтать, представить и фантазировать. Конечно же, сразу после Памела Андерсон. О чем может быть этот фильм? Всегда хотелось его посмотреть. Я увидел видеокассету, но брательник сказал, что сейчас включать видак он не будет. И прежде чем посмотреть официальный фильм Топ Ган, который на самом деле является одним из лучших фильмов, которым снялся Том Круз, я смотрел другой фильм, который был даже круче. Я привез тебя в батарейке. Давно пора, хули ты так долго. Горячие головы Горячие головы – это действительно смешная комедия. Я смотрел ее на VHS и каждый раз угорал. Самые тупейшие американские шутки собраны воедино. И все это в пародии на Топ Ган. Это фильм, который до сих пор можно смотреть и постоянно угорать, потому что шутки, походу, не стареют. Либо они настолько тупые, либо мы настолько тупые. Скорее всего, и то, и то. Кряк твое! Воздух! Сбрил гад полхвоста! Одна только сцена, где Топпер здоровается со своим вторым пилотом, меня всегда добивала. Я Джим Пфаффенбах. По прозвищу отстой. Ты чего, пилот? Ну да, я твой напарник. Макси-гидрохлороспорин от Косоглазия. Дружище, ты в порядке? Странно, мне не видишь. Помощь нужна? Я в порядке. Ведь он близорукий, да еще и Косоглазый. Ну и, конечно же, песня, которую все мы после просмотра этого фильма дружно пели на занятиях школьной физкультурой, пока бегали вокруг школы втихаря от физрука. Расскажу я вам историю, ребята. Привели ко мне трех миленьких девчат. Ну а что касается оригинального фильма «Топ Ган» 1986 года, то я, наверное, посмотрел его уже поздно, когда появился интернет, HD-телевизоры и смарт-ТВ. Ну, ни о чем не жалею. Фильм действительно хорош, хоть на самом деле и не такой крутой, как «Горячие головы», но считаю, что это одна из лучших ролей Тома Круза. Что касается «Топ Ган 2», «The Second Mission», то он тоже мне попадался. В детстве я в него играл не один раз. Сразу было заметно, что графика шагнула вперед на несколько шагов. Даже заставки были вообще-то очень крутыми. И казалось, что это действительно какое-то видео. Самолетная приборная панель была продумана в разы. Здесь, глядя на все это, слушая примерно те же басовые линии с первой части Топ Гана от композиторов из компании Канами, ты понимал, что все круто. А начальная анимация подъема из ангара с авианосца была вообще сногсшибательной. Даже прохрипели жалкое «Тейк офф». Но вы чувствуете, что-то не то, да? Хоть динамики в новом Топ Гане и прибавилось, но таких ощущений, как от первого Топ Гана с его заводной мелодией, уже не было. Вообще, этот картридж мне так и не попался в коллекцию, но в детстве он был у меня вот на таком вот сборнике. Его подарил мне Юрец, мой сосед, но потом забрал, когда починил Дэнди. Вот такая вот судьба. Теперь этот картридж утерян навеки, и его не вернуть. Его нет ни у меня, ни у Юрца. Но новый Топ Ган 2, в отличие от первого, был с нововведениями. Их было немало. Можно было делать вот такую вот бочку. Выглядит достаточно круто. Заходишь на самолете в штопор. Да и вообще, тут можно было это делать только из-за того, что на тебя летела хреновая куча просто всяких патронов, ракет. Еще были схватки с боссами. Первый, это был такой истребитель-бомбардировщик. Ему нужно было стрелять по двигателям. Там такая стрелочка, она всегда показывала вам, что делать. Конечно, интересно, но такого драйва, черт побери, я не знаю. Почему-то не испытывал ни в какой другой игре, но такого драйва, как в первом Топ Гане, я не мог испытать во втором. Круто, да? А это вертолет. Босс второго уровня. Ну, вроде бы, все ништяк. Тут даже вот между деревьев нужно было лететь, прежде чем долетать до этого босса. Нововведений действительно было очень много. Остались и старые традиции, например, посадить самолет на авианосец. Проходился этот Топ Ган гораздо проще. Как по мне, легче в разы. Был такой же ностальгический выбор ракет, но главной фишкой Топ Ган Секонд Мишн являлся 2плеер Версис Гейм, так называемый мультиплеер. Здесь вы могли со своими друзьями, товарищами, одноклассниками или просто соседскими пацанами поиграть вдвоем на одной консоли Дэнди, на одном телевизоре с двумя джойстиками. Так называемый мультиплеер. Один был сверху, другой снизу, без каких-либо пошлых мыслей. И вы устраивали дуэль. Нужно было выловить оппонента на прицел своего вот этого вот экрана и попробовать его завалить. Но это получалось очень быстро, особенно если друзья не умели играть. И этот режим хоть и был крутой, показывал какие-то заставочки, даже анимированные. Но как-то это все не затянулось настолько долго, насколько я хотел пройти первый топ-ган. Так что первый топ-ган точно остается не только в моей коллекции, но еще и воспоминаниями с детства, который второй топ-ган, к сожалению, не смог победить по восприятию игрового процесса. Ну а еще был топ-ган 3. Но это не совсем топ-ган. Иногда на топ-гане 3 было прям так и написано, топ-ган 3. Хотя встречались такие же картриджи с надписью топ-ган 2. Странное дело. Вот у меня есть такая вот игра, называется Сайндвайндер 2. Но на самом деле здесь топ-ган 3, который по-хорошему просто-напросто называется Flight of the Intruder. Но на то время он действительно казался топ-ганом. И было сложно поверить, что у кого-то была эта игра, а у кого-то ее не было. И им казалось, что просто придумал все это. Люди с трудом верили, что топ-ган 3 есть у кого-то. Но кто в него играл, всегда рассказывал про него только позитивно. Когда в эту игру играл ты, Flight of the Intruder тебя сильно расстраивал. И ты плевался и плакал, потому что топ-ган был намного круче. А этот топ-ган какой-то не тот топ-ган и играется по-корявому. Хотя, если опять же копнуть в историю, тут тоже есть небольшая связь. Потому что это не просто такая игра, придуманная с нуля. Потому что был фильм, о котором вы наверняка тоже не знали. Фильм нам рассказывает про 1972 год, про авиацию в США и про бомбардировки северного Вьетнама. Про определенных персонажей. Джейка Графтона из ВМС США. Пилота-палубного бомбардировщика А-6 Intruder. Про технические и тактические операции во время Вьетнамской войны, которые оказывали бомбардировку различных объектов. Фильм на самом деле неплохой. И Дэнни Гловер, и Уильям Дефо сыграли здесь неплохо. Конечно же можно сказать, что это прямая калька с Топ-Гана. Да и этот фильм вышел уже в 91-м. В отличии от Топ-Гана, который был снят намного раньше. Я уж и не знаю, как у вас там заведено, но больше чем уверен, что многие из вас вообще забыли про эту франшизу. Или вспоминают ее только как игру на Дэнди. Может быть кто-то смотрел кино, но для кого-то оно показалось не совсем свежим и интересным. Хотя я здесь с вами не соглашусь. Фильм реально классный. Ну даже если не Топ-Ган, то хотя бы посмотрите горячие головы. Они того стоят. Вообще к чему я клоню. Серия Топ-Ган успешно существовала все эти годы и никуда не девалась. Все потому, что вы работаете и занимаетесь какими-то важными делами. Ха-ха. А могли бы почувствовать себя настоящим пилотом военного истребителя хотя бы в видеоигре. Ведь в реальной жизни я сомневаюсь, что вы полетаете на такой штуковине. Ну ничего. Зарабатывайте дальше свои деньги. Не отвлекайтесь на подобную ерунду. Топ-Ган выходил и на Геймбой, и на Геймбой Адвентс. Он даже на Геймкьюбе был. Я уже молчу про версии для PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation 3 и даже всеми доступной ПК. Во времена PlayStation 1 Топ-Ган Fire at Will успешно конкурировал с Ace Combat, но до выхода Ace Combat 3, потому что Ace Combat 3 все-таки люди поиграли с большим удовольствием. Топ-Ган был немного печальнее. Также и на PlayStation 2 был свой Топ-Ган, который отличался нововведениями. Но революционной этой игрой назвать нельзя. Чего нельзя сказать о версии для PlayStation 3? Где, черт побери, это было очень здорово? Ностальгическая музыка, красивейшие блики поверхности океанов, снова авианосцы. И вся эта динамика очень сильно напоминала те самые детские восприятия на Денди, когда я впервые поиграл в 8-битку. Эту игру мне очень хочется на полку, до сих пор не нашел. А вообще про современность. Скоро, опять же, выходит новая часть Топ-Гана в кинотеатрах. Вы сможете с удовольствием ее посмотреть. Называться она будет Top Gun Maverick. 2020 год на анонс. И что могу сказать. Прежде я советую посмотреть старый фильм Топ-Ган. Хотя бы на HD телевизоре. Ну или если у вас есть видак, или вы жесткий фанат олдскула, посмотрите горячие головы. Потому что в олдскульном переводе это того стоит. Хорошее настроение вам будет обеспечено. Если вы не почувствуете себя прямо в шкуре настоящего пилота ВВС США, приземляющегося на авианосец посреди морских просторов, хотя бы тупо поугарайте перед телевизором и посмеетесь над шутками Чарли Шина. Ну а на новый фильм я обязательно схожу. И обязательно пройду этот Топ-Ган еще разочек. Потому что история этой игры продолжается. Ну а вообще игры про самолетики, космические корабли, различные непонятные летающие объекты на Денде было много. Восьмибитка хвалилась и знаменитым Скай Дестройером, в котором я тоже проводил очень много времени. И радовался каждому сбитому самолету и кораблю. Всегда было интересно, что там за горизонтом. Но до туту самолет никогда не долетал. Конечно же просаживал часами напролет в игру Галага. Может быть и Галаксиан, я всегда их путал. Но было очень весело стрелять по этим космическим мухам. В игре B-Winx, которая у меня была на многоигровке, однажды брату на работе, один знакомый дядя, дал поиграть картридж своей дочери. А тот в свою очередь принес его мне. Хотя у самого консоли не было. И порядка трех месяцев этот картридж пробыл у меня. С тех пор я такую игру даже честно говоря нигде и не встречал. Хотя игра очень классная. То ли на этом картридже, а в каком-то другом. Также я зависал в Твин Би. Чертовски веселый шмап. Здесь предстоит стрелять по разным колокольчикам. Да и вообще вот эта вот японская тематика аниме здесь очень даже кстати. Такая добрая игра. Хоть и намек на военные действия, но совершенно под другим углом. В Силк Ворм был тоже вертолет. Я помню, что очень классно было играть, но она была какая-то жопораздирающая. У меня этой игры не было, мы играли в нее только на даче. Но было здорово, один мог играть за джип, другой мог играть за вертолет. Кооператив в таком плане всегда поддерживается. Кобра Коммендор Эта игра охрененно сложная. Стоит докоснуться вам до какого-то определенного объекта, и вертолету все, конец. Вы летаете и под землей, и в подземных базах, и в каких-то непонятных джунглях. В общем, чересчур сложна. А вот на многоигровке, которую мне как-то подарила мама на день рождения, когда я ходил в школу. Эксерион. Вот спасение. Это очень старая игра, я честно скажу, даже не ожидал, что такие игрухи могут затянуть. Это, наверное, любовь с самого детства. Вот кто-то любит современные игры и играет в них с большим удовольствием. А мне все больше нравятся какие-то старые игры, где можно было и бесконечно летать и набирать очки. Такие как Пакман. Майпи. Ну и вот, кстати, Эксерион. Здесь вы в космосе стреляетесь, как в Space Invaders, но ваш самолет двигается немножко по другой траектории. Все-таки это зачетно, согласитесь. В этой игре есть какой-то шарм неизвестности, ну и ностальгии, потому что я в нее играл в детстве и больше особо про нее никогда и не слышал. Разве что пару выпусков Game Center CX. Еще был 1944-й, 1943-й, но в эти игры я уже как-то и не помню. Разве что, может быть, пару раз видел геймплей. А вот на самом деле Tiger Helly это игра про вертолеты, в которой тоже было достаточно забавно. Игр про авиасимуляторы в свое время на 8-й битке было с достатком. Я уж не знаю, как вам, но мне все эти игры до боли знакомы и всегда давят на ностальгические воспоминания. Поэтому каждый раз, когда я вижу геймплей, сразу же вспоминаю то самое состояние, когда ты беззаботный школьник, сидишь у своего небольшого маленького такого телевизора GVC и просаживаешь все свое свободное время за любимой консолью Dendy. В самые классные игры, которые есть у тебя. Да, ребята, если сейчас от PlayStation VR и Ace Combat 7 вам хочется блевать, то в то время это чертовски круто было. И сейчас создается только один вопрос. У вас давным-давно есть желание смотреть видеоигровые ретро-обзоры, но я не хотел бы рассказывать все банально и просто. Поэтому вот в таком вот формате я собираюсь сделать еще не один выпуск. Если вам нравится это, не забывайте написать лайк, комментарий. Ну и конечно же остается только последний вопрос, который мы могли бы задать. Вот вроде бы с этим выпуском все в порядке, но есть одно но. Давно пора, хули ты так долго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...